Лавутнанские наркополицейские проанализировали промежуточные итоги своей оперативной деятельности. С начала этого года на территории города было зарегистрировано 19 наркопреступлений. Из оборота изъято 130 граммов запрещенных веществ. Абсолютное большинство совершенных преступлений относится к категории тяжких и особо тяжких. Семь фактов связано со сбытом наркотических средств. Это что такое у вас, молодой человек? Это наглядное пособие. Наглядное пособие? Обратите внимание, товарищ Киркетин. Даже не понял, что это. Подобрался ли хабрит? Подобрал наш Лугостилин. Как правило, это самые частые ответы, которые дают полицейским задержанные за хранение наркотиков. На самом же деле потребители запрещенного зелья лично приобретают наркотики для употребления либо распространения. В Лавутнангах наркополицейскими был задержан 19-летний юноша. Причем при виде правоохранителей молодой человек тут же попытался избавиться от наркотика, приобретенного им через интернет. Из почтового конверта оперативники изъяли почти 50 граммов так называемой синтетики. В свое оправдание задержанный пояснил – купил себе, люблю курить. Но как мы понимаем, что молодые люди до возраста 19 лет, когда собираются компаниями, лично будут употреблять такое количество наркотического средства, остаются под сомнением. Тем не менее, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 за хранение наркотических средств. На сегодняшний день государство ведет активную борьбу с наркоманией. Так, в апреле этого года список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в России запрещен, пополнился шестью новыми психоактивными компонентами. Кроме этого, в конце мая вступил в силу федеральный закон, который наделил полномочиями суды при назначении административного наказания обязывать правонарушителей проходить в обязательном порядке диагностику, лечение и реабилитацию от наркозависимости. Уклонение от невыполнения закона карается штрафом от 4 до 5 тысяч рублей, либо арестом до 30 суток. Так или иначе, большинство наркопотребителей являются и мелкими сбытчиками наркотических средств. Эту проблему снижения уровня наркомании, сокращения масштабов незаконного потребления наркотических средств без создания эффективной системы реабилитации не решить. Поэтому вносятся такие изменения и сейчас ведется работа по созданию национальной системы реабилитации. С начала года в Лабытнангах уже составлено 12 административных материалов в отношении 10 граждан. За хранение и распространение наркотиков к уголовной ответственности привлечено 19 человек. 11 отбывают наказание в исправительных колониях. Под пристанным контролем оперативников находятся и те, кто осужден условно. Светлана Кель, Максим Ячин, программа «Время местное».